Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Меня задали очень классный и интересный вопрос. Хочу его разобрать отдельно. Как нарисовать тесьму с перьями? Такое бывает, когда мы рисуем с вами какие-то свадебные, нарядные платья, и нам нужно сделать, чтобы это все смотрелось красиво и пушисто, как оно есть на самом деле. Честно могу сказать, я такую тесьму до этого не рисовала, но у меня уже есть алгоритм, как мы ее будем делать, как это сделать максимально быстро, максимально правдоподобно и, соответственно, красиво, чтобы у нас получилась такая вот кисточка. Для начала мы ее внимательно рассмотрим. Здесь есть разные элементы. Есть верхняя тесьма, отстрочка, которая, соответственно, крепит эти перья. И перышки у них есть какая-то особенность. Во-первых, они такие пушистенькие. У них есть элемент полупрозрачности. И видите, они все находятся в разные стороны. Если мы их просто повесим прямыми линиями, будет некрасиво. То есть нам нужно это движение создать. Но при этом учесть, что должен получиться какой-то рапорт, который будет постоянно повторяться для того, чтобы у нас вот эта кисть была. То есть задача такая достаточно нетривиальная, интересная. Сразу могу сказать, если у кого-то маломощный компьютер, можете, конечно, попытаться, но будет скрипеть, гундеть и говорить, что ему тяжело, потому что будет очень много элементов и прям будет с ума сходить. Сейчас мы нарисуем с вами одно прямое перышко. То есть мы сделаем линию. Так, выбираю инструмент. Можно перо взять. Я беру инструмент прямая линия. Вот так вот его рисую. Это будет мое перышко. Цвет давайте возьмем черный. Сейчас закину его сюда в образцы. Я просто файл открыть, открыла изображение. Вот, поэтому у меня черный. Дальше немножечко такое нудное, хотя можно его и сейчас минимизировать. Нам нужно сделать вот эти вот перышки и их пушистость. Будем делать их в два слоя. Что я сделаю? Я приближу, чтобы было все красиво. Возьму инструмент перо и нарисую красивую вот эту вот штучку, которая вроде как перышко. Так, здесь нарисую. Сделаем ее черной. Потом опущусь где-нибудь на одной четверти сделаю. Рисую именно объектами. И такими вот, чтобы они не совсем ровные были. Небольшая волна была. У нас же перышко. И оно неровное. Так. Вот здесь нарисую уже поменьше, потому что оно к краешку идет. Так. Так, у меня цвет слетел, ничего страшного. И на самом краешке нарисую малышку такую, чтобы вот оно сошлось прям почти на нет. Теперь будем применять чудеса доп. иллюстратора для того, чтобы нам помогло. Сейчас я вот здесь немножко поправлю. Эта часть должна быть намного меньше. Не может быть она такой большой. Так, выбираю те четыре объекта, которые у меня получились. Убираю у них цвет контура, оставляю только цвет заливки. Видите, вот они. Можем сразу сделать правильным цветом. Цвет у нас будет... Сейчас вот вытащим отсюда. Такой вот персик. Так, вот они мои четыре объекта, расположенные вдоль линии. Заливаю их персиковым цветом. Заливаю четыре замкнутых персиковых объекта. Теперь объект. Переход. Создать. Можно нажать Alt, Ctrl, B. Вот он у нас создался. Чтобы лучше было видно, давайте я это все покажу более наглядно. Вот что у нас получилось. Соответственно, оно такое все более или менее прямое. Но, видите, создались вот эти штучки. Можно увеличить количество в параметрах перехода. Заданное число шагов. Сейчас 13. Можем сделать, например, 15. Давайте посмотрим. Вот их стало побольше. Окей. Если нет, то можем так оставить. Объект. Переход. Разобрать. Все. Теперь у нас это стало объектами отдельными. То есть у нас есть линия и есть отдельные вот эти объекты, которые мы создали. Раззеркаливаем их. Инструмент зеркальное отражение через центр. Так. Получается линия кривая. Почему она так себя ведет? Странно. В принципе, некоторая сбивчатость нам тут будет неплохо. Центральную линию тоже сейчас покрасим правильным цветом. Вот таким цветом. Вот. У нас получилась с вами основа. Сейчас мы ее немножечко подкорректируем в том плане, чтобы оно все прилипло у нас к основанию. Выделяю сейчас direct selection и вот эти точки тащу вот сюда. Вот так. То есть мы сейчас рисуем то, что у нас подложечка пушистая. Вот это нам создает линию. Сейчас я тоже немножечко подвину. То есть я хочу сделать такой метод, когда мы один раз с вами промучились вот с этим, с этими объектами, а потом уже их используем. И наконечник. Вот так. Тоже меняем местами. Вот оно у нас получилось. Да, получилось. Хорошо. Вот такая штучка у нас есть. Если вам кажется, что она широковата, мы можем все выбрать и немножко ее подобрать. Сгруппировываем. И я бы задала эффект непрозрачности, но это сейчас вторым этапом. Теперь сделаем на этой штучке линии. Потому что, смотрите, перышко, оно же у нас не такое, как мы нарисовали, да, а на нем есть еще такие, как правильно сказать, линеарные штучки. Давайте я еще одну параллельную линию проведу. И уже будем их делать чуть-чуть более темными. Вот. А самой тонкой линией 0,25 вот у нас получилась линия. Приближаем. Нам нужно нарисовать вот эту вот такую кривулечку по всей линии. Не буду их размножать для того, чтобы они были именно живые. Живые в каком плане? Чтобы каждая линия была такая вот вся из себя особенная, чтобы она не повторялась. Какая-то подлиннее, какая-то покороче. Пока сейчас вот так вот кривулечками мы их нарисуем. от центра линии будут таким образом расходиться. Вот. Соответственно, они будут у нас потом накладываться поверх того, что уже есть. Я вам сейчас покажу один интересный прием, который позволит нам добиться именно вот этой воздушности, чтобы она была более правдоподобной. Продолжаем рисовать, потратить немножко времени, но здесь буквально минуты 3-4. Я нажимаю кнопочку Ctrl и щелкиваю на пустом месте, тогда у меня линия перестает рисоваться и соответственно я продолжаю. Все, конечно, будет идеально, чтобы мы рисовали уже поверх. Сейчас я вот это все выберу. Копирую, удаляю, создаю новый слой и помещу сразу поверх. Вот у нас наклон, он нам дает всякую неприятность. Сейчас мы его уберем. Вот так. Видите, уже такая махра пошла. Вот ее-то мы и добиваемся. Соответственно, вот эти линии можно делать и попушистей. Выбираем все. У нас сейчас на этом слое только линии. Махрушечки сделаем попушистей, чуть подлиннее. Вот. И продолжаем соответственно наши вот эти пушистые кривулечки рисовать. чтобы перышко чтобы перышко получилось более реалистичным. знаю, пока оно смотрится нереалистично. Мы еще с вами не применили пару волшебных винтов ушами, которые позволят нам это исправить. Единственный момент, я не уверена, что если мы будем делать размытие, как я хочу, то кисть его возьмет. Поэтому я попробую сделать два метода. Вот. Вот мы дорисовали половинку. Сейчас я покажу, как это выглядит. Выглядит вот так. Ну, то есть много-много линий, при том они все кривенькие, что сделано специально. То есть это не то, что я там не могла абсолютно ровные линии нарисовать. Могла. Но перо, оно, вы сами знаете, такая вся воздушная субстанция, которую хочется все-таки видеть кривулечками. Так, вот мы все сдублировали. Вот у нас такая штукенция получилась. Вот такая вот штучка. Сейчас мы ее тоже сдублируем. И что я сделаю? Смотрите, это у нас чуть темнее основа, а еще я сделаю чуть светлее основа. Таким образом мы получим уже три тона в пере. Поэтому у нас есть, вот смотрите, основа на ней чуть темнее и еще сверху чуть светлее. При этом мы сейчас их немножко сдвинем и будет казаться еще более пышным. Но все равно немножко жестковато. Те два варианта, которые я хочу попробовать, мы сейчас будем смотреть, как оно себя будет вести. Вариант номер один. Еще раз говорю, просто боюсь, что размытый тень не возьмет программу. Вариант номер один. Когда мы вот эти с вами штуки сейчас тоже, во-первых, задвоим, чтобы было две, и дадим эффект непрозрачности одному и эффект непрозрачности другому. и тоже их чуть-чуть сместим относительно друг друга и можно даже одну немножечко сделать поменьше. Таким образом создадим вот это ощущение дребезжания. Можно чуть посильнее подтянуть, чтобы они относительно друг друга разъехались. И сверху уже накладываем вот эти штучки. Получим такое вот перышко. И из него уже можно формировать кисточку. вот такую штучку мы получаем. Можно ее даже обузить. Вот. И она уже готова к дальнейшей работе. Второй вариант, который я хочу попробовать. Так, сейчас кусочек тут отвалился. Хочу его вернуть. Не придвинула. Потеряла. Это плохо, что я потеряла. Давайте мы его сгруппируем, чтобы все, это у нас один вариант. Немножко тоже обузить. И второй вариант. Берем нашу изначальную конструкцию. Заметьте, я, кстати, ее сохраняю для того, чтобы я могла потом придумывать другие варианты. Это очень важно, когда у меня есть основа, чтобы ее потом перерисовывать. Сдвигаем наши линии. Кстати, вот линии нужно сделать вот такими. Они тогда будут смотреться намного красивее. вот и вот сюда мы с вами добавляем очень интересный эффект. Окно, точнее, где это у нас? Вот эффект размытия. Размытие по гауссу. Сейчас мы его, если правильно настроим, вот смотрите, у нас есть с вами тот объект, который есть, но он начинает размываться. и вот уже поверх него разместить вот эту штучку. Та пюро вообще получается прям очень правдоподобное, но у меня единственный есть вопрос, сейчас сможем ли мы из этого сделать кисть или нет. Вот, соответственно, у нас получилось два варианта, этот рабочий, два варианта. Сохраняем файл на этом этапе. Сразу говорю, потому что, чтобы потом не было проблем. сохранить как, я на рабочий стол сейчас закину, его напишу, что это перо. Потому что, если вдруг дальше что-то у нас произойдет с компьютером, то у нас уже мы сможем хотя бы к этому этапу вернуться и то время, которое мы потратили на отрисовку сделать. Теперь берем наше перышко и закидываем его в кисть. Нам нужна объектная кисть. Все, эта кисточка съелась, она будет тянуться сверху вниз. Окей. Давайте пробовать эту. Мне самое интересно, затянется она или нет. Да. Объектная кисть тоже окей. В принципе, мы можем их комбинаторно использовать, а можем использовать и по одному. то есть еще одну кисть сделать дискретную. Прям тоненькую совсем. Они же разные перышки у нас. И тоже еще одну объектную кисть сделать. Сделали. Вспоминаем, как у нас выглядела наша основа. Вот она моя основа. Сейчас мы ее сдвинем и ей будем вдохновляться. Это мы сдвигаем в сторону. Это наши штучки основы. Что у нас есть? У нас с вами есть прямоугольник. Это наша основа. На этой основе у нас есть отстрочка. Каким она там сверху сделана цветом? Сейчас это еще сделаем. перо. И теперь нам нужно нарисовать перышки. У нас есть три варианта пера. Мы берем перо, три варианта кисти и начинаем рисовать волну. Эту волну мы нарисовали и применяем к ней перо. Видите, то красоту, которую мы сделали, она начинает извиваться согласно тому, как я рисую перо. и нам нужно набрать какой-то небольшой участочек, то есть в рамках вот этого участка это будет рапорт нашей будущей кисти. В рамках этого участка должно произойти как бы все. Потом этот кусочек будем бесконечно повторять и создавать из него новую кисть. Продолжаем. Они могут быть покороче, они могут быть подлиннее. Можно просто нарисовать сначала вот эти всякие штучки, а потом к ним уже применить. Они будут друг на вот смотрите как здесь. То есть там достаточно густой такой слой получается. Мы можем сделать это при помощи одной кисти, можем при помощи нескольких, чтобы обогатить максимально. Постараться за край не выходить, то есть внутри вот этого прямоугольничка сделать всю нашу красоту. И здесь их сделать много. Может быть какая-то будет и прямая кисть, почему нет? Они вполне могут быть и прямыми, они у нас красивые с вами получились. Только обязательно запомните, мы когда дискретную кисть создавали, она у нас идет от начала к концу, соответственно, чтобы все кисти у вас начинались вот здесь, вот в начале, около тесьмы, никуда не уходили. Иначе у вас перо наоборот отразится и будет не очень здорово. вот сейчас мы это все линиями загрузили. Давайте посмотрим относительно того, что мы уже создали, как это будет смотреться и уже будем корректировать. Выбираем наши кисточки и выбираем какой-то вариант. Вот смотрите, как это уже у нас смотрится, как это процветает. вот это мне не нравится кисть. Она вот слилась и смотрится некрасиво. Мы сейчас заново нарисуем. Видите, уже очень-очень-очень похоже на то, что у нас с вами здесь есть. Давайте дальше. Смотрите, чтобы они не сливались, с глазками проверяйте, чтобы все было хорошо. Теперь мы можем, например, другой кисточкой сделать. Мы сейчас заливали верхний теперь зальем, которая с пухом. Вот такая штучка. Чтобы закончить кисть, нажимаем Ctrl и отпускаем. Щелкаем на пустое пространство, все будет хорошо. Вот мы сделали еще несколько кисточек, выбираем все это делаем и заливаем другой кистью. Смотрите, похоже? Очень похоже. Теперь вот из этого счастья, вот это надо немножко подвинуть, нам нужно с вами сделать рапорт. я бы сейчас немножко взяла вот эту часть, опустила бы, вот так. И она должна у меня идти поверх, потому что по конструкции данной тесьмы она закрепляет перышки, вот их застрачивают. вы можете увеличить густоту, уменьшить густоту, в зависимости от того, какая у вас потребность, вы можете скорректировать длину, если вам это требуется, да, то есть это все здесь настраивается, вот она воздушная перевая штучка получилась. Теперь все эти перышки берем, объект, и здесь у нас разобрать должно быть. Вот разобрать она не хочет, видимо, по одному. А значит это в кисти должно быть объект, контур, преобразовать обводку в кривые. Видите, и теперь у нас это уже не кисти, а каждая штучка это отдельный объект. И вот именно поэтому я вам говорила, что компьютер начнет сходить с ума. Теперь мы это все вместе выбираем. И вот можем сделать тоже два варианта. Давайте мы сохраним сейчас как промежуточный вариант. Файл сохранить как перо тесьма. Сохраняем. И смотрите, какой вариант. Поскольку здесь очень-очень-очень-очень много объектов, программа сейчас будет сходить с ума. И для того, чтобы ей немножечко помочь в этом, мы можем либо попробовать взять вот это все затащить в кисти и сказать, что это будет узорчатая кисть, вот она очень долго думает, это она ее только создает, а как только мы начнем ее создавать, то программа просто крышу сносить будет. Вот. Вот она сделала. Сделала. Она все-таки сделала. Педалага. Мне ее даже жалко. У меня мощный компьютер. Если он просто у меня еще параллельно же видео пишется. Если сейчас мы начнем создавать эту кисть, мне даже представить страшно, что будет. Поэтому что мы делаем? Мы берем вот этот кусок объект растрировать в RGB в низком качестве с прозрачным фоном. Единственное, что я неправильно сделала, я растрировала сам объект, а не его копию. Сейчас мы копию растрируем. Всегда лучше создавать копии. Так, вот, еще раз. Растрировать 72, окей. Что я сделала? Я получила растровую картинку. то есть это вектор, это растр. Иногда, иногда это помогает. Эта картинка намного легче, чем эта. Мы ее закидываем в кисти и создаем из нее узорчатую кисть. Видите, как бодренько программа это сделала. Теперь смотрите, линия, заливаем ее нашей кисточкой. Так, у нас получилась вот эта ерунда. Это можно сейчас убрать. Создаем прямоугольник ровно по грани, чтобы это я говорю про эти белые интервалы. Это бывает, это не страшно. Вот он белый интервал, почему взялся, вот его видно, нужно вот так его собрать. Далее прямоугольник, смотрите, чтобы эти штуки были у вас. Теперь его кладем монтаж на самый задний план без цвета контура и без цвета задливки и перекидываем его опять туда. Сейчас я проверю, все ли у нас сработало. Да, это можно удалить кисть, она нам не понадобится. Удалить мазки, а на эту кисть применить вот это. Вот смотрите, теперь мы можем например нашить три слоя подряд, раз, два, три, или более плотных, два, три. Можно чуть-чуть их подсдвигать, тогда будет еще больше ощущений вот этих перьевых. Можете немножечко менять цветовую гамму, цветовой оттенок через замену света, соответственно она там будет чуть потемнее у вас становиться. Встало? Да, вот. Вот таким образом делается эта ерунда. Она, кстати, будет реагировать на изменения толщины и можно ее нашивать на платье. Если мешает эта верхняя полоса, соответственно, ее можно убрать. Это то, как бы я работала с этим. Нужна большая густота, ну, соответственно, добавьте, в зависимости от того, как и куда. Если вам там по краю платья ее нужно пустить, вот, пожалуйста, вы можете укоротить длину, того, как у вас перышки идут, сделать ее более густой, менее густой. Но смысл остается таким, что вот у вас появилась кисточка, вполне себе рабочая, для того, чтобы с ней уже что-то дальше делать. И, на мой взгляд, вполне похоже на оригинал. По цвету уже как бы там можно настроить, можно сделать ее более богатой цветовой гаммой. Это уже в зависимости от художественной цели, но, на мой взгляд, мы попали. Забавно достаточно она смотрится, видно, слышно. Можно вот так одну на другую наложить. Вот, пожалуйста. Таким образом создаются сложные кисти. Как видите, когда программа сходит с ума от количества объектов, иногда нам помогает растерирование. Я об этом, кстати, говорила на курсе. в блоке заливок в том, что это достаточно сложный бывает момент, когда очень-очень много элементов и программа просто не справляется. Тогда ей нужно помогать и вот такие вещи делать ей будет попроще. Рисуйте кисточки, присылайте свои варианты. Соответственно, я думаю, что вы понимаете, что с другими перьями можно сделать точно так же в два этапа. Одну кисть, потом это все переводим в объекты, вторую кисть и вот у нас получается красота для того, чтобы это все не рисовать руками, а больше автоматизировать. На этом все. Если появились вопросы, пишите их мне, обязательно отвечу. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok